МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители поселка Ясный выступают против строительства на прилегающей территории жилья для детей-сирот. Волонтеры города ведут разъяснительную работу среди населения, рассказывая о поправках в Конституцию. Муниципальный духовой оркестр Азова стал лауреатом престижного конкурса. 11 июня в выпуске программы Азов.Инфо мы сообщили о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления двух земельных участков под строительство жилья для детей-сирот в поселке Ясный. Информация вызвала общественный резонанс, особенно среди жителей улицы Гагарина, на которой и планируется данное строительство. Подробности в сюжете Татьяна Ивашенко. Житель поселка Ясный Владимир Ковалетов уверен, прежде чем говорить о строительстве домов, должно быть проведено специальное исследование, которое поможет определить, имеются ли необходимые технические условия для полноценного обеспечения будущих молодых жителей водоэлектроснабжением, водоотведением и прочей необходимой инфраструктурой. Соответственно, без таких исследований, тот, кто подписывал подобные документы, передавая право на строительство, думаю, должен подлежать прежде всего дисциплинарной ответственности, а потом административной ответственности. Ну и, естественно, значит, необходимо сначала разобраться в этом, кто же это сотворил, а потом уже переносить вопрос на публичные слушания. А стоит ли это делать или не стоит. По словам депутата Азовской городской думы Владимира Приходько, недоумения жителей поселка Ясный вызывают планы городской власти заселить граждан, которые относятся к категории детей-сирот, в блокированные дома без центральной канализации. Коммуникации в момент формирования данного поселка не были рассчитаны на то, что он будет так сильно расстраиваться. Благоустройство у детей вообще никакое не предусмотрено. Просто влепят в конец города 60 домов, детей, можно сказать, здесь бросят на произвол. Однако, как сообщила исполняющая обязанности главного архитектора города Марина Ковалевич, выбор данной территории является обоснованным. Но данное размещение земельных участков не случайно. Оно размещено возле проектируемой школы на 600 мест, в которой будет в свое время подведена канализация, получен индивидуальный техприз. В дальнейшем, возможно, будет детей-сирот обеспечить сетями канализования. Канализацию подтянут в школу, но детям никто не будет ее проводить. Средства не запланированы на это. Сами они не скинутся. Данная категория граждан, опять же, чаще всего является неплатежеспособной. По примеру, переулка Звездного. И в момент того, когда их сливная яма заполнится, мне очень интересно, кто будет платить за то, чтобы ее откачали. Что здесь будет твориться возле школы, когда здесь будет 60 семей сливать все в сливную яму, а не в канализацию. Я думаю, что это просто будет в будущем большая проблема для города. Кроме этого, и жители, и депутат не уверены, что компактное проживание граждан, которые относятся к категории детей-сирот, будет оптимальным решением для этих молодых людей. Депутат Голубев предлагал здесь даже разместить пункт полиции, так как думает, что здесь будут беспорядки. Ну, администрация наша посмеялась. Мы должны максимально расселять детей по всему городу, а не комплектовать их на окраине города, на самом последнем участке, 60 семей вместе. По мнению депутата, администрации города следует определить земельные участки под строительство полноценного жилья для детей-сирот, изыскать средства и провести соответствующую работу с застройщиками. Житель улицы Гагарина Николай Харченко заверил, в целом люди ничего не имеют против строительства в этом районе жилых домов и школы, но есть ряд вопросов и предложений. Да, здесь планируется построить школу, школа будет на 600 мест, это очень хорошо. И школа будет размещена, получается, по четной стороне. А по четной стороне она будет находиться за лесополосой, по ту сторону лесонасаждений. Заканчиваться будет, да, где-то здесь примерно на конце этих участков. То бишь, можно было рассмотреть и такой вопрос, разместить эти же дома за школой дальше. А эту зону оставить, сделать здесь парковую зону, благоустроить ее, то бишь, сделать насаждение, поставить какую-то детскую площадочку, сквер сделать. Председатель квартального комитета Евдокия Приходько от имени жителей поселка приветствует заботу государства о детях-сиротах. И мы должны способствовать, чтобы у нас не появлялись, ну как, вот выразить мне свое мнение, дети, которые никому не нужны. И чтобы у них не рождались дети, которые никому не нужны. Мы хотим, чтобы это было полноценное общество. Мы этому будем способствовать. И жители у нас настроены. Пускай приходят, пускай молодежь живет. Вместе с группой инициативных жителей Евдокия Приходько ознакомилась с предварительным проектом будущего строительства. В 25 соток будет расположено 30 семей. Где там канализация? Я вообще это не представляю. Выгребная яма будет заполняться. Как? Кто ее будет вывозить? Это антисанитария будет. Председатель квартального комитета также высказалась за сохранение созданной руками жителей зеленой зоны. И мы хотим, чтобы администрация наша уделила внимание. И здесь можно буквально 20 метров от дороги отступить. И там тоже земля администрации. И там построить эти дома. И будет и нашим жителям приятно. И будет семьям, которые там поселятся, созданы какие-то дополнительные условия. И останется зеленая зона, где детки, мамы с детками смогут под деревцом посидеть на скамеечке. Ведь у них будет ограниченная жилая площадь. Там будут одноквартирные дома. А ну-ка, если семья молодая, ребеночек в одной комнатке, тяжело. Куда выйти? Степ, грязь, бездорожье. Ну а нам остается напомнить, что общественные слушания по предоставлению земельных участков под строительство блокированных домов для детей-сирот назначены на 22 июня на 16 часов. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. Как известно, 1 июля россияне будут голосовать за поправки в Конституцию. Чтобы разъяснить все нюансы предстоящей процедуры, а также рассказать о предлагаемых нововведениях, в Азове будет организована работа волонтеров. Ежедневно с 11 до 5 часов вечера в специализированном пункте можно получить интересующую информацию о предстоящем голосовании. Более подробно об этой работе нам сообщила начальник отдела по делам молодежи Мария Силагава. Наш город стал одним из немногих муниципалитетов Ростовской области, в котором работает информационная точка. На данной информационной точке волонтеры Конституции разъясняют нашим жителям города о том, когда будет проходить общероссийское голосование, какие поправки будут вноситься в Конституцию, путем распространения информационных листовок, из которых можно увидеть, в какую статью вносится поправка и какая поправка. Также на обратной стороне открытки можно найти QR-код и с помощью своего смартфона пройти на сайт «Моя Конституция Российской Федерации РФ» и подробно ознакомиться с поправками. Также основная еще такая задача волонтеров Конституции рассказать жителям о добровольческом движении, о тех направлениях добровольческого движения, которые развиваются в нашей стране и непосредственно в нашем городе. Точка в нашем городе начала работать с 15 июня и будет работать вплоть до 30 июня включительно. 15 июня во всех общеобразовательных школах города выпускники 9-х и 11-х классов получили аттестаты о среднем и общем образовании. Впереди ребят ждут государственные экзамены. О том, как они будут проходить, нам сообщила ведущая специалист управления образования Людмила Михайлова. В этом году на территории города Азова были вручены аттестаты 857 девятиклассникам, 76 из них закончили школу с отличием, 376 одиннадцатиклассникам, 69 из которых стали медалистами, 9 получили региональные награды. С 20 июня выпускники могут подавать документы в средне-специальные и высшие заведения. Выпускники 9-х классов поступают по итогам аттестата, а выпускники 11-х классов, если им нужно поступление в высшее учебное заведение, должны сдать единый государственный экзамен по тем предметам, которые им необходимы для предъявления результатов в приемные комиссии. На сегодняшний день актуально расписание проведения единого государственного экзамена с 3 июля. На территории города готовятся к проведению экзамена два пункта проведения, на базе школы номер 13 и на базе школы номер 9. Самый многочисленный экзамен, это русский язык, он будет у нас проведен в два дня, 6 июля и 7 июля. Аттестаты можно подавать в комиссию лично, но с соблюдением всех санитарных норм, а также отправлять в учебные заведения в электронном виде или почтой. Выпускники 11 класса могут подавать аттестат, а после сдачи ЕГЭ их результаты будут в электронном виде направлены также во все приемные комиссии, потому что у нас федеральная информационная система, которая распространяется по всей России. Все экзамены ЕГЭ для выпускников текущего года, для выпускников прошлых лет будут проведены на территории города Азова в одних пунктах, пункт 13 и 9. Рассадка по требованиям Роспотребнадзора у нас количество детей в этом году уменьшено, у нас до 9 человек рассадка, с соблюдением полутораметровой зоны между каждым участником. В соответствии с площадью кабинетов у нас несколько всего кабинетов, которые позволяют рассадить до 12 человек. В основном все аудитории до 9 человек рассадка. Все пункты по сдаче ЕГЭ готовятся к приему экзаменов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 25 и 26 июня пройдет апробация без выпускников. Что же касается наблюдателей, то они будут находиться в онлайн-режиме и следить за экзаменами согласно графика. Экзамены у нас математика профильная будет, математика профильного уровня 10 июля по расписанию, которое на сегодняшний день актуально. Затем также будет у нас и физика-химия, история и физика 13-го, общество знаний и химия 16-го и биология и английский язык письменно 20 июля, а 22-го уже будет устный экзамен по иностранному языку. С 26 по 30 мая в режиме онлайн состоялись конкурсные прослушивания 6-х Воронежских духовых ассамблей имени Халилова. В разделе «Оркестры» были представлены 40 творческих коллективов из разных уголков России и ближнего зарубежья. В их числе Муниципальный народный духовой оркестр города Азова и Детский духовой оркестр школы искусств села Пешково. Азовчане давно привыкли, что каждое значимое для города событие сопровождается выступлением Муниципального духового оркестра и воспринимают это как должное. Однако подобная возможность есть далеко не в каждом Донском муниципалитете. Духовых оркестров в области осталось всего 5. Азовский коллектив – один из лучших. Свой высокий исполнительский уровень Муниципальный народный духовой оркестр Азова в очередной раз подтвердил, приняв участие в Воронежских духовых ассамблеях имени Халилова. Подробности сообщил руководитель коллектива, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Алексей Синявский. Эта поездка была запланирована обоими коллективами в Воронеж, но в связи с пандемией наш конкурс прошел онлайн. То есть мы отправили видео, в данный момент концерт Муниципального духового оркестра, и жюри, очень, так сказать, знаменитые люди оценивали наше выступление. Взрослый коллектив, то есть это у нас 30 человек. Мы получили диплом лауреата второй степени, детский духовой оркестр, в номинации детские духовые малых составов получили третье, лауреат третьей степени. В репертуаре, кроме традиционных торжественных маршей, танцевальные мелодии, эстрадные пьесы, аранжировки современных песен, произведения русских и зарубежных классиков. Большой вклад в успех вносят вокалисты коллектива. Пели наши знаменитые вокалисты Ирина Коломийц, наши азовчане, Анатолий Костюк, Николай Белкин. В детском оркестре солисты Илья Добель, Илья Коган. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия. Профессиональная юридическая защита по земельным спорам. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Донская юридическая коллегия. Полный спектр юридических услуг. Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кашевого, 28. Первый этаж, офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. В пятницу, 19 июня, пасмурно. Температура днем плюс 29-30, ночью плюс 21-23. Ветер восточный, 5-7 метров в секунду, влажность воздуха 36%. Уровень воды в реке Донна 51 сантиметр, выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 24 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин